Всем привет! Я Геннадий Зырин из команды Анархия Рейсинг. Занимаюсь мотокроссом и эндуро больше 10 лет. Занимаюсь на регулярной и постоянной основе, а поэтому выбираю копировку топовых марок и топовых линеек. И вот в этом сезоне сбылась моя давняя мечта. Приобрел мотоботы многократного чемпиона мира по мотокроссу Антонио Кайроли. Это CIDI Crossfire SRS3. В Ботах уже наездил. Бот больше 20 моточасов. Уже составил свое мнение, привык к ним, прикатался. Могу сказать, что это самые технологичные боты в мире на данный момент. Единственный производитель, кто дает выбор у одной и той же модели, два варианта подошвы. Либо классическая прошитая, либо летая, как здесь, со сменной подошвой на болтах. Притом подошва меняется не только по мере износа, но и есть разные варианты подошвы. Например, можно поставить эндуро подошву с более зацепистым рисунком. Что здесь еще мне в них понравилось? Есть вот такая резинка, которая плотно облегает ногу. И за эти 20 часов у меня была и грязь, и мороз, и дождь, и снег, все что угодно. Боты до сих пор чистые изнутри. Это первые мои мото-боты, у которых вот такая прекрасная резинка есть. Ну, естественно, они шарнирные. Очень хорошая фиксация ноги. Понравилась, как устроена застежка. Вот, классно сделана регулировка. Чтобы поменять длину стропы, нужно отщелкнуть ее вот так вот. Потом выставляем на нужную длину и защелкиваем обратно. Тем самым это гарантирует то, что у вас при перевозке, при переноске боты не поменяют регулировку. Вообще офигенная вещь, мне очень понравилась. До этого я использовал мотоботы другого известного производителя. У них была тонкая подошва, и я в них мерз зимой. Поэтому в этих мотоботах я надеялся, что не будет такой проблемы. И действительно, здесь подошва потолще, и все, проблема ушла. Зимой больше не мерзну. Еще почему я хотел попробовать именно эту модель. У меня большой размер ноги, и классические мотоботы с прошитой подошвой. Я регулярно ими цеплялся. То за лапку переключения, то за тормоз, то еще за что-то. И вот только, как я сказал, у Сиди Кроссфайр есть два варианта подошвы. У одних и тех же мотоботов. Все, сбылась моя мечта. Теперь у меня летая подошва. Ушло какое-то время на привыкание, скрывать не буду. Все-таки другая подошва, немножко другой шарнир. Но буквально с третьей тренировки я в них почувствовал себя как дома. И это, по-моему, первые мотоботы в моей жизни, когда после тренировки не хочется быстрее скинуть и надеть тапочки. Вот уже у меня тренировка закончилась, я в них хожу, кольфую. Очень удобно, комфортно, классная защита. В общем, мне все очень нравится. Единственный небольшой минусик, который я заметил за этот пробег, это начало стираться пластиковое защитное кольцо вот здесь на шарнире. Но я уже узнал, что на эти мотоботы можно купить практически любую деталь в наличии. Поэтому это не проблема. Друзья, ну что, всем пока, приезжайте на трассу и увидимся. Я поехал. Субтитры сделал DimaTorzok